Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я являюсь выпускником Института стран Азии и Африки МГУ отделения японистики, и сегодня мы с вами поговорим о сексе в Японии и значении эротики в стране восходящего солнца. Для тех, кто, вероятно, думает, что в данном выпуске будут какие-то пошлые или плоские темы, сразу обозначу. Это не так. В отношении секса существует два основных стереотипа о Японии. Первый стереотип – японцы помешаны на сексе. Они снимают девушек в общественных местах, разумеется, тайно. Они вожделеют от девочек в школьной форме, они смотрят хентай, среди видов которого есть не только известные всем Юри и Яой, но также и менее известные Футанари и Омараши. Второй стереотип – в повседневной жизни японцы либо не занимаются сексом вовсе, либо делают это крайне редко и неохотно. В 2013 году The Guardian даже провели исследование, результаты которого показали. Порядка 45% японцев в возрасте от 16 до 24 лет не заинтересованы в половых контактах, а третье население Японии в возрасте до 30 лет не имели половых связей вовсе. В японских СМИ этот синдром называется сексусинайсюокогун, что в переводе означает «синдром целебата». Для человека, хорошо знакомого с концепцией фрейдизма, очевидно, что в результате сдерживания сексуальной энергии у японцев образовался невроз. Поэтому, следуя данной логике, они настолько открыто выставляют сексуальную атрибутику, при том, что сами они сексом занимаются довольно редко. Однако здесь стоит учитывать тот факт, что, во-первых, теория Фрейда была раскритикована многими ведущими психоаналитиками мира, и, во-вторых, концепция Фрейда построена на основах христианской этики и морали, что нельзя отнести к японцам. Японская традиция и японская культура построены на совершенно других постулатах. Поэтому здесь стоит не столько понять, от чего японцы такие раскрепощенные в теме секса, сколько понять, почему представители христианского мира табуируют эту тему и называют извращенцами всех, кто этого не делает. Эта причина корениться в истоках христианства. Что случилось с человеком за то, что он поддался змею-искусителю, вкусил запретный плод. Он был изгнан из рая, наказан, унижен, обречен вылочить все тяготы жизни на своих плечах. Вся христианская культура – это культура вины. Человек всегда виноват, когда слишком охотливо потакает своим желанием. И самыми запретными из них являются желания плотские. В японской же культуре никакого отпечатка вины нет и никогда не было. Более того, секс является тем актом в японской мифологии, благодаря которому страна вообще появилась на свет. Она была в буквальном смысле этого слова рождена посредством полового акта двух богов – Идзянами и Идзянаги. То есть картину мы наблюдаем ровно противоположную христианству. Секс есть плодородие, развитие – шаг вперед. Секс стал не концом рая, а его началом. В Японии и сейчас напрямую связывают секс с плодородием. Например, там ежегодно проходит фестиваль Канамара Мацури, во время которого японцы устраивают парад пенисов и приходят туда целыми семьями с детьми. Обряд поклонения фалосу существует в Японии еще с древности. Японки, которые не могли иметь детей, поклонялись ему, моля о плодородии. Замечу, однако, что данный культ существует не только в Японии. Например, в Индии вторым по посещаемости местом после Тадж-Махала являются храмы в Каджураху, известные своими эротическими скульптурами. В Японии эта традиция преобразовалась в фестиваль, поэтому Канамара Мацури – это скорее праздник жизни, а не фалосов. Итак, секс – это хорошо. Так отчего же японцы не занимаются сексом, если это так хорошо? Помимо того, что молодые японцы не тяготеют к сексу, предпочитая ему различные суррогаты в виде игрушек, автоматов с использованным женским бельем, подглядывание, порно и так далее, существует и еще один нюанс. Японцы не занимаются сексом именно со своими супругами, при том, что к походам в увеселительные кварталы они относятся гораздо проще нас. Причин этому довольно много. Во-первых, бытовые условия, а именно тонкие стены, маленькие дома, мешают японцам заниматься сексом свободно. Поэтому в Японии очень распространена культура лав-отелей, в которых вместо стойки регистрации, где вас обслуживает живой человек, стоит автомат, в котором вы можете оплатить номер, получить ключи и при этом ни с кем не столкнуться. Комнаты есть любые тематические. Японцы идут туда, чтобы прочувствовать интимность моментов в том месте, где их никто не услышит и никто не увидит. Во-вторых, изобилие темы секса в окружающем мире. В аниме, в фильмах, в литературе, даже классической, рекламе и так далее. В метро можно часто встретить предупреждения о чеканах, что в переводе означает «извращенец». Их считают опасными маньяками. Однако на деле 90% японских чеканов – существа довольно безобидные. Они лишь подглядывают за юношами или за девушками, но чаще за девушками. Поэтому тема секса окружает японцев постоянно и стала довольно обыденной, примерно как принятие ванной. В-третьих, само понятие любви, с которым мы чаще всего связываем секс, сформировалось в Японии путем наложения друг на друга двух эпох, а именно хэйян и средневековое самурайство, а также двух религий – синтаизм и буддизм, которые уживаются в Японии вместе. В эпоху хэйян, когда буддизм еще не набрал должного влияния, секс как физиологический процесс не возбранялся, но казалось абсолютно немыслимым заниматься им с предметом своей любви. Высшим проявлением этого чувства считалось написание стихов, причем делали это как кавалеры, так и дамы. Именно в это время разбилась культура подглядывания. Дело в том, что кавалер не мог увидеть свою даму до второго или даже до третьего свидания. Сначала они общались через других людей, затем через ширму, затем лично, но на отдаленном расстоянии. Поэтому мужчины искали иные способы увидеть объект своего воздыхания. При этом самой эротической частью тела считались оголенные щиколотки ног. С усилением влияния буддизма на секс были наложены ограничения. Высшей любовью стала считаться любовь к сёгану, своему сюзюрену. Ты не мог ее высказать ни словами, ни действиями. Во-первых, будучи самураем рангом ниже, ты в принципе физически не мог приблизиться к объекту своей любви. Во-вторых, подобные признания противоречили чести. Поэтому в какой-то момент высшей любовью стала считаться любовь, не высказанная словами, не испорченное имя. И вообще для японцев высшая любовь это в первую очередь верность, верность своему сюзюрену. Отсюда в средневековой самурайской Японии появилось такое понятие, как сюдо, гомосексуальное отношение между юношей и взрослым мужчиной. Да и сам гомосексуализм, хотя и не поощрялся, не был официально запрещен законом. В целом высшая любовь совершенно не обязательно должна была сопровождаться физиологическим влечением. В какой-то момент высшей любовью стала считаться та любовь, где этого физиологического влечения нет вовсе. Или оно есть, но оно не представляется возможным к реализации. Данные идеалы и до сих пор прослеживаются в японской культуре. Например, в одном из романов Харуки Мураками «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре» главный герой вынужден заниматься любовью с одной девушкой для того, чтобы забеременела другая, его возлюбленная. Она прячется, поэтому у нее нет возможности встретиться с ним в реальной жизни, и зачатие возможно только через девушку-медиума. Поэтому отношения в японской семье зачастую довольно холодные в смысле физической близости. Японская ячейка общества создается не во имя любви, она создается ради продолжения рода, и с этой функцией она прекрасно справляется. А любить можно кого-то на расстоянии или человека из прошлого. Кстати, в недавно вышедшем аниме «Твое имя» прекрасно сочетаются и тот, и другой аспекты. Таким образом и выходит, что секс в Японии играет отличную от нашего представления роль. Во-первых, это не является чем-то грязным или постыдным или пошелым. Во-вторых, секс не всегда связан напрямую с любовью. В первую очередь он связан с продолжением жизни и плодородием. И в-третьих, там, где есть настоящая любовь, не всегда есть место сексу. Поэтому секс в Японии — это просто секс, ничего лишнего или многообещающего. В нем нет ничего грубого и пошелого, и использовать его элементы в рекламе или открыто говорить о нем — это нормально. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok